Здоровки всем, дорогие друзья! Привет, дружочки-пирожочки! С вами Юга, и сегодня вашему вниманию ролик про ранний старт игры Mad World. Он состоялся 21 апреля, сегодня 24-го. Официальный Free-to-Play Star 26-го. Вчера запустили наборы бронза и серебро. 21-го стартонули платина и голд, в которых, как говорится, ваш по городу слуга стримил по 10-12 часов, как говорится, сей прекрасный контент. В этом видосе я расскажу всё без каких-либо лукавств, о том, как стартануло, какие плюсы, какие минусы, стоит ли игра времени так или иначе, даже после старта, так как я с этим проектом был знаком лишь только по, как говорится, рецензиям, которые выдавали с Alpha и Beta, и расскажу вам о первых своих впечатлениях, которые я испытал, играя в эту игру 4 дня. Так что, без лишних слов, поехали! Итак, расскажу с самого старта, который случился 21-го числа и должен был начаться в 6 часов вечера по московскому времени, и из-за проблем с серверами начался он в 8. Тем самым мы игру на 2 часа позже указанного времени получили. 2 часа ожидания, просмотр видиков на Твиче, и вообще разговоры обо всём, обо всём, обо всём. И вот мы в игре, мы стартанули, мы бегаем, мы смотрим. И что же я лично увидел? Самые первые впечатления об игре, которые у меня сложились, были крайне смутные, потому что я вроде бы видел игру, которая на HTML5 и может запускаться и в браузере, и имеет свой браузер. По факту вы офигеете, но это, да, это, по сути, клиент, это и есть браузер, который вы можете скачать. Но оптимизация почему-то оставляла желать лучшего. То ли это из-за базы данных, то ли сервера у них такие плохие, но игра дико подтормаживала первые абсолютно часы. В принципе, даже на раннем старте это было непонятно, так как народу было немного, и логин сервера упали. И сразу как это чувствуется, какое-то, знаете, сомнение закрадывается. Второй момент, когда я создавал ник, если вы можете заметить у меня на видео, ник Юга с моим тегом ZDRT, соответственно, я не смог создать ник Юга, потому что мне написали, что в моем нике используется мат. Клипчик вы сейчас увидите. Вульгарное слово? Слово S? Вы, блядь, посмотрите. Да, уж согласитесь, по-моему, полный капец. Слово S? Это HTML5. Ребята, вы что там, совсем что ли? Хочется спросить. У вас все нормально? Ну, может быть, помощь какая-то нужна? Чуваки не могут разобраться в своей базе просто, чтобы сделать ренейм. Окей, ладно, играем по их условиям. Как скажете, как скажете. Лаги и неоптимизация, конечно, меня очень сильно вымразили на самом старте, что самое худшее было это кривой перевод. Он здесь очень ужасный. По моим скромным подсчетам, игра должна была, и, соответственно, заявление разработчику, должна была выйти в июне. В июне стартует всеми любимая Diablo 4. И прошел такой явно слушок, который попахивает далеко не слушком, что, соответственно, крупные дяди, которые занимаются этой игрой, сказали, Так, слушайте, Diablo 4 мы надо выпускать в другое время. И выпустили почти за два месяца раньше. Со всеми огрехами двухмесячной версии мы получили эту игру. В частности, даже в ветке арбалета, которая была переработана после ЗБТ, мы до сих пор можем наблюдать огромное количество просто даже непереведенных названий скиллов, что, в принципе, это очень отвлекает. И вы видите, что в русской версии есть просто все английское. И такое здесь повсюду. Перевод абсолютно не идеальный, выполнен, давайте будем честно говорить, ужасно. Так как я считаю, что если вы выпускаете готовый продукт и требуете за него паки за 150 долларов, вы должны понимать, что так или иначе простой работяга, который хочет просто поиграть, начнет запутываться. Если знание английского у вас есть, то вас тоже это не спасет, потому что, если вы захотите прокачать скиллы, вы просто не поймете даже, что они знают на английском, потому что перевод на русский скиллов и на английском даже отличается по смыслу. И вчера, допустим, когда я выкачал ветку хаоса, я долго не мог понять, что же это такое пелена бездны. Хотя в итоге выяснилось, что нифига не пелена, а вольно на английском звучит вуаль. В общем, грехи перевода здесь дико бесят. Как видите, даже титулы, которые выдали за паки, до сих пор на английском языке. Хотя абсолютно есть остальные титулы на русском, но какие-то они и тут на английском. В частности, титул, который Mad Creator, Inclusive Title, Partner Creator, который я должен, видимо, получить. Я до сих пор не получил как креатор ничего. Не понимаю, как это будет там действовать. Также будет на английском языке. Но меня это не смущает. Меня лично. Меня английский язык не смущает. Меня смущает то, что смысловые переводы здесь очень сложноватые. Дальше. О чем еще сказать? Перевод, оптимизация. Это мы говорим о старте. Было все очень сложно. Мне честно скажу, признаюсь, очень давался тяжело этот стрим по этой игре. Потому что я, помимо отвечая, сколько у нас было, почти в пике 180 человек, отвечал на вопросы. Я пытался людям объяснить и сказать, что типа в базе здесь в целом, ну, есть проблемы. И ладно бы английский язык. Тут очень много было квадратиков, которые сейчас, кстати, очень... Ну, отчасти пофиксили, отчасти они остались. Ну, обычно это корейский язык, который не распознавался. Сегодняшним патчем мы это должны были поправить. Надеюсь, так оно и есть. Ну, а вот такие квадратики, которые... Это, в принципе, это корейский язык, если вы столкнетесь с какими-то первыми квестами. В частности, у многих возникает самым первым квестами обучения, когда у вас основной квест все в квадратиках. Его, по-моему, до сих пор не пофиксили, потому что... Хотя, я смотрел час ночи, был сегодня, 24-го в 5 утра, еще тех работ. Там изначально квест вообще непонятно, что делать. Но если вы вдруг будете играть, просто нажать скиллы, которые у вас есть в интере, чтобы вы получили их самые первые. Ну, это просто вот, к примеру, самые основные квесты. Есть уже такой момент. Ну, также это встречалось и в сюжете. Объясняю, почему это случилось. Переводчики здесь, видно, наняты. Совсем не справляются. И, видимо, сроки совсем очень сильно сжали. В дальнейшем, конечно, будет это все, видимо, доделываться. Сейчас существует, на данный момент, это сам факт того, что он существует. Это три языка. Нет французского, немецкого, итальянского, испанского. Но есть русский. И в целом, в общем и целом, это неплохо. Я считаю, что это довольно-таки достойно. Что есть, как минимум, то, что имеем. Как видите, все интуитивно понятно. Я думаю, можно разобраться. Если ничего не разбираетесь, приходите на стрим. Ссылочка будет в описании. Или просто на ютубчик так же захажите. Я туда потом пускаю. В общем, оптимизация. Плохой перевод. И... Слушайте, ну, по крайней мере, сейчас это все. Но лично для меня встала это большой проблемой. В частности, оптимизация. Сегодня была проведена техническая работа. Это первые дни. Сегодня, 24 числа. Напоминаю, это я рассказывал за 21. Сегодня 24 апреля. Внимательно слушайте. Не пролистывайте видео. Сегодня были проведены работы. И проведена оптимизация. Что будет меньше десинков, спайков. И игра чуть меньше будет подлагивать. За все эти 4 дня я провел исследования. Из которых я протестировал браузер, который можно скачать на официальном сайте. Chrome, Яндекс, Microsoft Edge и Opera GTX. И пришел к выводу, что на Opera GTX игра, даже до момента, я еще сегодня не тестировал. Еще не играл, не стримил. Но до момента всех этих работ на Opera GTX было прекрасно. Игра не лагала. С Яндексом есть проблемы. У меня, в частности, OBS не захватывает. Поэтому стримить и протестировать я нормально не смог. Можете рассказать. Если у вас в Chrome начинает лагать, попробуйте включить аппаратное ускорение. Или поставить какие-то недостающие драйвера. Если у вас такие, типа как... Если вам предложат при первой, допустим, запуске игры. Но в целом, в целом, старт прошел неплохо. Сера 23-го числа в 16.00, конечно же, по классике, отвалились в старт с Silver и Bronze наборов сервера. И что самое забавное только у Европы, по-моему, страдает, на самом деле, только европейский сервер. Он один здесь, тут есть каналы и один сервер. Но... Сколько мы прождали? Примерно около часа, и нас снова запустили. Мне, как всегда, не повезло. Я прямо на стриме за пару минут до выхода словил лаг, и при меня вылетела игра. Но это, говорит, это все условности. Ничего в этом страшного нет. Все остальные играли. Починили логин сервер, все запустили, все начали играть. Это касаемо первых негативных впечатлений. А теперь о позитивных впечатлениях. Во-первых, здесь я абсолютно не увидел никакой зависимости от донат. Ну, то есть, прям совсем никакой. Премиум, который здесь есть, дает совершенно такие простенькие плюшки. Все приколюхи, которые можно получить в М-шопе, тоже бы не скажу, чтобы были какие-то сильные. Немножко увеличить инвентарь. Кстати, увеличение инвентаря здесь временное. Баттлпасс стоит примерно около 20 долларов. Или 12, или 20 долларов, если перевозить в кишоп, вот она точно уточнит ценник. А есть также валюта кристалла, которую продаете на аукцион. Вы за нее также можете купить какие-то приколюшки. В частности, напродав какую-то шмотку, вы, опять же, можете увеличить себе инвентарь на 40 дней не за донат. Просто его купив, в частности. Или, допустим, раз в два дня вы можете купить ролл-крутку на костюм. Костюмы здесь абсолютно ничего не дают. Это абсолютная внешка. И это не может не радовать. Так или иначе, вот все, что на мне, в частности, череп, это все внешки. Внешки здесь есть. Вот представлены. Вы можете их наролить, вы можете потратить на это деньги. Но ничего в этом шопе, который изменяет балансы и делает его просто pay to win, я не нашел. Но, опять же, я говорю, что корейские игры очень хитрые. И, возможно, с каким-то временем что-то да появится. Но об этом загадывать сейчас, по-моему, нет никакого смысла. Потому что на данном этапе все в целом неплохо. Есть какие-то крутилки с петами, которые может сразу выпустить большое. Но, честно могу сказать, да, вот у меня пет за донат я все-таки потратил, попробовал крутануть из моего пак-набора. Но, выполняю такой вот крендель. В дальнейшем, как будет, я думаю, мы посмотрим. Но сейчас даже петы в статах отличаются минимально. 5% скорости за легендарного или золотого пета, по-моему, не имеет расчетом никакой разницы. Если вы будете на нем передвигаться по локации. 5%, я думаю, переживут все. То есть, сделая вывод за эти первые несколько дней, что игра в чистом фри-варианте абсолютно вполне себе играбельная. То есть, можно не покупать там то-сё, пято-десято и вполне себе спокойно играть. Плюс, покупая плюшки за кристаллы, которые вы будете продавать на аукционе, он же именуемый черный рынок, вы также можете потратить на себя. Ну, вот из приятных, допустим, плюшек, которые есть, также запрем, тут дополнительные 5 слотов. Вот всё, что тут есть. Как бы, и не более. Так, далее. В чём ещё хочется рассказать? Плюсы. Боевая система. Я бегаю с арбалетом и двуручным мечом. До 50-го левела. Все пассивные скиллы, все статы, ты можешь спокойно и бесплатно играть. Ладно сбрасывать. Все характеристики и все пассивки сбрасываются. Ты можешь тестировать билды, смотреть, как тебе нравится, и тебе это ничего не будет стоить. Все статы здесь подстраиваются под шмот. И у каждого шмота есть две характеристики. Силой защиты или, допустим, защита интеллект в зависимости от брони тяжёлая, ткань лёгкая или тяж. Соответственно, ты выбираешь под свой стиль игры. С чем лучше ходить? Или сразу стрелять с двумя или с одним оружием? По крайней мере, на данном этапе сейчас я спокойно обхожусь с одним оружием, так как количество пассива, которое ты тратишь, к сожалению, очень сильно ограничено. И ты не можешь выкачать две ветки, чтобы, соответственно, выдавать максимальный ДПС. Так что, вот так. Опять же, скиллы. Мне вчера на стриме дико фортануло, и на свой основной скилл, циклон, который крутилка для фарма, я сразу его заточил до 10 лейла. Здесь есть точка скиллов, так или иначе, которая увеличивает дамаг. Есть ещё и пассивки на эти скиллы, которые можно получить за счёт вставок в броню. Но в целом, система точки скиллов выглядит неплохо. Все штуки падают с мобов. Представляют собой грейды от белого до золотого. При удачном расчёте у тебя золотой добавит сразу два пункта. Синий тоже, по-моему, должен или два, или один. По-моему, тоже один или два как-то дополнять. Вот так вот они выглядят. Two stage. То есть на синим, по-моему, на золотом чуть может спропнуть два, но тут больше, по-моему, шанс при заточке. Вот такие вот приколюхи для точки скиллов. Все скиллы открываются в актах постепенно. И вы можете их купить с первого до последнего аппора. Это вполне себе неплохо. Есть также ежедневные задания. Их называют ещё червячки. У них скиллы можно точить до семи раз. У обычного торговца до четырёх. То есть если вы купите в магазине, допустим, первый скилл, Memory Scar, как видите, ноль из четырёх. То есть вы можете этой штукой доточить до четырёх. Если он не заточится, ну, типа, выкинуть его просто-напросто. Заточиться, заюзать и увеличить с трёх левелов до четвёртого, пятого или шестого. Заполнился до четырёшки, выкинули, там, продали и берите заново, точите новый. Все точилки также продаются на аукционе. И сейчас на самый популярный класс. А это, как ни странно, вы не поверите, арбалет. С двумя вариациями. Я бегаю с арбалетом и щитом. Есть арбалет и орбхаус. Вот, как видите, тут вот паренёк, вот, ну, оба они бегают, которые для увеличения дамага. Я же, соответственно, всё это делаю для увеличения, ну, так сказать, выживаемости. Мне очень нравится щитовая ветка. И я её в последнее время начал активно использовать. Вот посмотрю, как лучше. Хотя, понятно, что орб гораздо лучше, так как он добавляет атаки. Ну, это, к примеру, арбалетчики. Это попса. Ходят с ними все. Но они удобные, они быстрые. Для начального фарма, для начальных проходок это вполне себе неплохо. Все остальные классы делятся по такому принципу. Одноручный меч и щит довольно-таки быстрый и выживаемый. Орб и щит тоже самое, выжимая орб и... Точнее, арбалет и орб, вот так, больше чуть дамага, чуть меньше выживаемости. Очень многие сейчас бегают именно с одноручкой. Но, как и я, бегают с двуручными мечами. Здесь, здесь АОЕ большое. Автоатаки здесь очень медленные. И, в принципе, они не имеют плюс-минус никакого смысла. Так как здесь, в основном, мой эффект заточен в том, чтобы собрать толку, дать рассказ и, соответственно, зафармить. И оформить. Ничего себе, я сам, я немножко спойлернул сейчас. Как вообще здесь проходит прокачка? Прокачка выглядит так, что вы идете по актам. Сейчас доступно их 3.27, откроется четвертый акт, в который мы дальше пойдем. Три акта со своими городами. Вы идете по квестам, делаете квесты, получаете опыт. Примерно перед третьим актом, когда вы зайдете, соответственно, в орбиту Безмолвия или Вечный Оазис, у вас не хватит опыта, точнее, по скиллам, чтобы вы прошли. Что же вам делать? Вам надо будет фармить. Выбрать какую-то, допустим, небольшую локацию, где довольно-таки большое количество умбов, и просто посидеть там их и пофармить. И заработать. Я, допустим, фармил там 20-21 левел, потратил не так много времени, особенно с арбалетом, и быстренько дальше пошел по квестам. Квесты дают здесь основной опыт, не забывайте. Передвижение здесь с помощью бабочек. А, да, вот прим еще дает увеличение отката этих телепортов, уменьшение отката этих телепортов. Они копятся, их всего 10, вы можете их использовать, потом, соответственно, ждать. Или бегать пешком будете, или передвигаться, кстати, на повозках между актами. Они выглядят как колесико вот такое, соответственно, это перемещаться между самими картами, если вам где-то надо что-то добыть. Ресурсная база. Кстати, о добыче. Не игнорируйте ее с самого первого левела. Я понимаю, что не у каждого, как говорится, родился золотой ложкой зуба, в частности, или как обладатель золотого набора золотой киркой. Но поверьте, самая беспонтовая кирка, которую вам дадут медды, прочность расходуется очень мало. Также некоторые из них можно чинить, некоторые одноразовые, чинить можно крафтовые. Так или иначе, вы можете это сделать, вам так или иначе, это поможет собрать первоначальную базу. Потому что здесь от крафта отказываться нельзя. Вы скрафтите себе абсолютно все, что вы хотите. Крафты за различные ресурсы, кроме как самых дорогих, такие как золото, материалы, не имеют, по-моему, никакой так или иной базы. Они все одинаковые, как вы можете заметить по скиллам. Поэтому все основные ресурсы вам будут в радость. Вы можете скрафтить себе абсолютно любой сет. Так же, как и аксессуары, которые у вас есть. Камни, кости, бронза, медь. Ни от чего не отказывайтесь и старайтесь добывать все. Я понимаю, что местами, если вы хотите зарашить, то к 30-му левелу, допустим, при таком сборе у вас довольно-таки неплохая кучка ресурсов накопится. Опять же, и шмотки, которые вы выбиваете, предлагаю всем также разбирать, чтобы с помощью расходника инструмент для разбора или у неписи, хотя расходник с собой на себе гораздо проще, чтобы не забивался инвентарь. Также вы будете получать все ресурсы, которые у вас будут копиться, вот, допустим, все в одной и уменьшивая вам, как говорится, проблем с этим. Продавать, конечно, можно, но, поверьте, денег с этого особо не заработайте, поэтому, вот, переплавив и скрафтить себе, как, допустим, я скрафтил уник арбалет какой-то или какие-то голдовые. Ну, почти все, что на мне есть, это все скрафченное, кроме ботинок, который я выбил, и щита. Все остальное на мне это крафт. Ну, и два, и, по-моему, одно квестовое кольцо. Все остальное крафт. Это очень удобно, это классно. Мне такая система крафта нравится, что она уже, в принципе, с самого начала дает тебе возможность что-то сделать. Ты собираешь ресурсы вначале, ты, соответственно, доходишь до момента, ты крафтишь себе вещи, ты красавчик, ты в плюсе. Так что ни в коем случае не отказывайтесь от этого. И если вы хотите добывать какой-то отдельный ресурс и думаете, где же найти базу данных, все очень просто. Вы можете зайти на карту и выбить, и посмотреть уже в списке интересующийся, интересующий вас ресурс. В частности, я почему-то зашел в город и понять не могу, почему же нет здесь ресурсов. Вот, посмотрите, есть бронза. Вы нажимаете на бронзу, вы нажимаете на синий гриб, и она должна подсвечиваться. То есть любая травка, которая также для готовки нужна. Вот почему-то странная, но бронза здесь не подсвечивается. Бакли я нашел, кстати, вот в чем вопрос. Ну давайте пойдем, ну вот, на наше засушливое поле. Если здесь я уже точно знаю. Так же, как и монстры, кстати, здесь подсвечивают. Вот бронза, вот железо. Все, видите, оно подсвечивает сразу пучки, где они есть. Опять же, если у вас открыта карта. Вот у меня, скорее всего, вот открыта бронза. Может быть, где-то вот уголочек не открыт. Может быть, оно и не подсвечивает. Может, поэтому, кстати говоря. Вот. Пользуйтесь этим мини-лайфхаком, если вы хотите собрать конкретно какой-то ресурс. Передвижение, ресурсы, первоначальные какие-то оружия я рассказал. Если вы меня спросите, Юга, так что, получается только с арбалетом этим бегать? Нет, ребят, вы можете бегать с абсолютно всеми пушками, которые вам нравятся. И вообще не особо париться по этому поводу. Вы сами к этому придете до 50-го левла. У вас есть абсолютно полная, так сказать, свобода. Максимальный левел я пока определяю 50-м, потому что до него бесплатные сбросы. Дальше как пойдет, я не знаю. Прокачка здесь проходит, если не по квестам в актах, вы также можете гриндить мобов. Это в классическом, как говорится, понимании любой ММО-РПГшки. Можете ходить в данжики с ребятами или даже зачищать их в соло, что вам даст материалы и также повысит опыт. Но чуть меньше, чем если вы будете ходить на мобов. Также из полезных советов. С чем еще вы можете, как новичок, здесь столкнуться? Питомец. Как я и сказал, донат на питомец сразу появляется большим. Вам дадут маленького питомца. Интерфейс, так или иначе, у него будет немножко отличаться. Вы будете прокачивать и брать квесты на какие-то характеристики. Характеристики у питомцев также сбрасываются. Здесь не до конца эта система доделана, так как здесь питомец также бегает с тобой и атакует. Но здесь по каким-то, по какому-то стечению обстоятельств здесь это не доделано. Так как у питомца здесь, вот в данной версии игры, почему-то нет брони. То есть он быстро умирает. Даже когда вы просто передвигаетесь, он может просто умереть и ничего вы, соответственно, не сделаете. Как видите, здесь все эти вещи есть. Может быть, они появятся в дальнейшем. Как и статы, которые есть у самого питомца. Вот у меня он мрет очень быстро. Но сами видите, что скорость движения, зато и атака у него большая. Опять же, есть петы, которые должны поднимать лут. Но с такими моментами, как я не столкнулся. Как видите, что навыки здесь тоже заблокированы. Видимо, это контент, который будет в дальнейшем. Что еще из хорошего? В этой игре действительно крутой сюжет. Вы не поверите, но я его читаю. Что, в принципе, очень не свойственно. Для меня все шутят, что я, конечно, скипу. Скипаю в основном какие-то квесты. Но сюжет здесь действительно очень хороший. Вы можете потратить на него свое время. Если вы никуда не спешите, как говорится, в плане прокачки. Никого-то не пытаетесь догнать. Хотя тут я не понимаю, еще до конца кого-то догонять. Пвп на всех локациях урезанный у дамаг по людям. Вам, в принципе, если кто-то нападет, он должен вас убить. Ну, вы должны просто, видимо, АФК, если хотите. Ну, если он вас может убить. Только в таком случае. Или их там четверо, которые вас контролят. В этом плане пвп здесь абсолютно пока бесполезные. Кроме как на хайлэвлинг будет, естественно, война за зону, где ты будешь фармить. Соответственно, Трайбы. Они же, соответственно, кланы. Здесь будут в почете. Соответственно, если вы своими ребятами будете вставать на спонт. И фармить какой-то определенный ресурс, чтобы стать еще сильнее. Пока что здесь очень больше ПВЕ составляющие моменты. Пвп здесь крайне, так сказать, непонятно. Так как сказали, войны, гильдии и прочее будут в дальнейшем. Как и гильдии сами, которые еще нельзя прокачать. И максимум они лимит имеют 20 человек. К сожалению. Поэтому у нас в гильдии хорус, соответственно, набор также ограничен. Сейчас уже есть кто 8 человек вступили. И еще вступят после 26 числа. Так что успейте подать заявочку. Ссылка также будет в описании на наш дискорд. Плюсы. Сюжетка. Гринд. Очень интересная система надевания, как говорится, шмоток. Крафта шмоток. И, соответственно, взаимодействия со скиллами и прочими. Это интересно. Я скрывать не буду. Это мне нравится. Есть огромное количество технических огрехов. Мне, как человек, который играет уже много лет, по-моему, это действительно не может не раздражать. Но плюсы я не могу скрывать от вас тоже. Если у вас какие-то появились вообще дополнительные вопросы, с удовольствием отвечу и на стримах. Мои первые впечатления про игру Mad World действительно стоит доработать и посмотреть, что из нее выйдет в дальнейшем. Жду открытия 26 числа, чтобы увидеть, какой будет наплыв народу на стримах в самой игре и вообще в целом посмотреть реакцию комьюнити. Игра будет бесплатная, напомню вам. И по ссылке в описании вы можете зарегистрироваться и 26 уже начать играть. Вот такой вот смежный обзор первых дней старта Mad World. Смешанный обзор, смешанный, господи. Если есть, еще раз говорю, вопросики, пишите. С вами был Юга. Всего вам хорошего, всего самого доброго. Не скучайте, берегите себя, ваших близких. Ставьте лайки, пишите комменты. И увидимся в прямых эфирах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok